Мне не треба тут нарисовать схему. Давайте я схему нарисую, а потом зробу управляю. Зараз там будет приклад привлечения атаки на цифру 6 на 0. Для того, чтобы показать, как она будет, треба крипто-схему генератора Гауны. О, так это схему, значит, це були, ну, в сумму дону подземный шифр. А тут какая-то, может, остати зручно, да, але побачить такого склада. Так, тут линейные регистрики, в сумму, умовно показано точка зимы. Далее будет, есть такая, есть такая, есть такая. Так, инструкция. Так, инструкция. Так. 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 И тут, треба ещё одну кумирочку показати. Ось таку. Так. Не дуже тут вот. Красиво выисло, да? Так. 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 Вот даже... Есть? Есть? Мю, автут... Номерная коме, ноль оттеняет, в италии, он все pairs. Ну, вообще, в Xbox в миру, это на милосотент, а? Так... Ну, всё, да? Значит, вот это я выделил. Так, выделил. Ну, давайте, на белочку пара розовую. Опять хвалы. Ну, давайте ещё тут забрать. Значит, линейный регистр СУ. Да? Линейный. Линейный регистр СУ. Потому что мы, ну, поменяем на полом с два статей R. Вот число R, то время для основы по 0, R, то время при 7,0 от 2,0, R, то время при 6,0 от 2,0, R, то время при 6,0. То время при 6,0. То есть великое поле достаточно. Вот эта каждая мерка, да? Это 32 битвы. Это слово довжина 32 битвы. То есть регистр СУ визначается на полом 2 в 32, а 2 в 64 степени. Н довжина регистр. Вот Н не есть просто великого числа для основы по 0 и для широкого основы. Но если не поменяю, то Н16, наверное. Так. Только для обоих. Н16. Тобто довжина регистра, так, в элементах поля, если ее мерять, то она невелима. Но если ее мерять в битах, то она уже будет 512 бит. И тут, 5124 бит и тут. Полином в загородном зв'язково используется, звичайно, примитивный над полом 2 в степени R. Полином используется примитивным. Далее. У цих УІ, БІ, значения, которые сохраняются в помирках и знаки гами, все элементы поля 2 в степени R. Это значения с минных, которые сохраняются в процессе функционирования этих минератов. У них все и на внутреннем поле 2 в степени. Плюс означает добавление в тему поле. Далее. Сигмая перестановка. Она вызначается аналогично тому, как вызначаются раундовые перетворения аэроспутивных блоковых шифрив. А самая. А самая. А самая. Я не могу только научить. Кто, кто в поле F2 в степени R, я пидполы. F2 в степени T. И степени Р, я пидполы. И степени Р, я пидполы. Как выгодно, как выгодно, как выгодно, как выгодно. Ну, назначим его, чи не будем его назначать? Будем мать на увазе, что не стоит такий палец, он нам сам не знадобится. А на коже она ломает поле, значит, как два степени А, будем а вот тут тоже мать, с вектором его кардинал над предполом как два степени А. Розумило, что если у вас есть поле, то все элементы великого поля могут быть раскладаны за определенным палецом надмаленьким. И каждый элемент великого подожняется с вектором его кардинал надмаленьким. Довжина вектор, то и не степень и расширение, то число П. Так вот, подстановка визначается таким чином. Значит, ододожнюются элементы в полях два в степени Р, прежде всего, с такими векторами. Довжина вектор А. Так, там, довжина П. Так, пола в два степени Р, прежде всего, там. Есть подстановки, воздействия или сблоки, их П. Так, они собираются как перетворение маленького поля, в два степени Р. Так, подстановка. С-блоки. С-блоки, да? И есть еще матрица оборотная. С-блоки, да? И есть матрица размером П на П. Так, Д оборотная. С-блоки. Матрица над полом маленьким. Тобто, вот, давайте же, фигма, я перетворюю, да? С-блоки на полях два в степени Р на моменте. Но, визначаются все через поле, да? Через такие вот компоненты, да? Из-за замены и матрицу. Да? Какие сами по себе визначаются маленьким полем? Все для реализации, звичайно, зручнейше, да? Берутся подстановки из-за ТНСП маленького поля. Все видображает маленький поля, все. И убирается вся матрица. А сима вось там делика. Сима тут З, да? З, да? А З, Ф, С, К, ТНСП. И просто результатом множения. Значить матрицы Д за 100ПС. С1 восьм 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 восьм. Ну, то ищем раз взглядати такий вектор, что представленный элемент поля, как СНСП. Для того, чтобы обчислить значение цей подстановки, этого вектор, да? Треба сначала на каждую компоненту его подиятись своими с долгом, а тримати вектор довжины П, он однозначно, а его координаты уже есть элементами поля в два степени Т. И можно множить такий вектор на цем поле в два степени Т на оборотную матрицу. Да? На этом самом. Ну, ось так назначается у шифра АС, например, грамотного перетворения. Памятаете, как тут строится АС, циклузивный элемент Кавлина, или другий же алгоритм блоков. Да? За допомогою послев замен и линейных перетворений. Да? Подается блок на вход. Да? Кожному рамку. Ось он. Да? Цей блок складывается из векторов, певной фиксированной довжины Т кожного. Особенно З1, ЗТ, ЗП – это вектори такими. А кількость векторов в блоке. Да? Да? Число Б. Да? Потім на кожен фрагмент, на кожен ЦЗ, ДСВ – это блок, да? Своя послевновка. А потім те, что отребовалось в результате Д, там множиться на певну матрицу обороту. Да? Ну вот, такий принцип, да? Чего используют в блоковых шифрах, при побудове раундеровых перетворений. Використовывают в разработке шифр, условно, нормуют фактически. Да? Вот эти конструкции. Вот те, что тут обведено, да? Да? Значит, в оригинальном алгоритме, в оригинальном алгоритме, укористовываются аппарации замість цих додавань, да? Укористовываются аппарации додавания замотана в два степени Р. Эту замість додавань по координатних, да, в аргументе в поле F20, например, как в актурии, выкористовывается то давание, как у широкость, додавание заводом в 2013-20, а это все додавания по разрядам, угомлений, например, выкористовывается додавание в поле, и еще модульное додавание заводом в 2016-20, для подсиления алгоритмов, для подвышения стейкости, выкористовывается додавание, в оригинальном алгоритме, основу F20, замодлено два в степени нега. Значит, для основы F20 эта подстановка визначается, то есть замены и матриц СТ, так же, как в ВС. Так же, как в ВС. Ну, за грима число П и Т, это имя из письменника. То есть замены, они все знатые, как в ВС. Кожан такие, значит, С, значит, с 2, 2, 0. А где струнка В В в два раза больше, так? А те тоже в книжке. Ну, матриц СТ вибирается, певный чинок. Ну, дальше подстановки тоже выбираются, так, за рахованием, вимог до них, которые впливают с анализом стейкости. Так? Ну, вот такая криптосхема. Так. Згумяло в целом, как это будет? Как працюет? То давайте сразу, да, что делается первым чином, когда перед вами есть криптосхема, генератор агрессии. Что начинается, взагаля анализ. Ну, такие предметы. Как вы понимаете, как вы понимаете, как, так сказать, все это было. Ну, с чего бы все это? Начинается гензистлодание системы ремнянь гамоутворенной. Ну, то есть, атака может и не выкористовывать безпосередньо версии, системы ремнянь гамоутворенной, так? Но, в классе, все равно коридно, потому что можно побачить в этой системе много различных земномерностей. Ну, то есть, нужно выписать систему ремнянь, которая связывает знаки грамм, с чем? с початковым станом регистра и початковыми значениями цифровыми. Вот тут автомат скречения, это генератор, и автомат, с какой он должен быть станом. Стан назначается таким вектором и еще смыслом церезного конверта. То есть, початковая станция вектор x0, xm-1, и 0, и 0, и 0. и 0, и 0, и 0. и 0, и 0, и 0, и 0, и 0, 0, & 0, и 0, Ну, это делается за помощью окремого алгоритма. В целом, как мы с вами обучали, есть алгоритм для формирования почуткового стану. За ключом векторовой инициализации формуется почутковый стан. Если он сформирован, то генераторы начинают решить гамма-отворение, и выражаются эти гаммы. Алгоритмы формирования почуткового стану у нас не цекают, а так у нас будет классично, на основе известного текста, на основе гамма-відома, один запуск генератором расследуется. Небагато уже инициализации, а един. Виробленным витаризмом гамма, треба відновить почутковый стан. Вот так, вот так, вот так. Ну, значит, как, собственно, со всеми уравнений за полотворение? Треба подивитись, как будут изменяться, так? Как будут изменяться? Ну, какую будет функция переходов, да? Чего там? И функция выходов. И функция выходов. И функция выходов. Ну, дивитесь. Тут видно, да? Вот разум, что гамма и е суммы в этом такте. В этом такте, такими символами, по значению, сменищи берегаются у поверхностей. И гамма е отрывается шагом додавания в поле F2 в степенье, Значит, х и этого, да? Ну, все. Значит. Да. А вот это значение. Даривание, даривание, значит, воинник. Тут додается ни плюс х, ну все ни на суде, да? Вытасы. ВАИ тогда ему с суммой УИ плюс на УИ. Далее, вот эти вот ИКСИ, да? Значит, ИКСИ, да? Это просто знаки вининую регулянтную посвятованность. Вининую регулянтную. ИКСИ, да? Звездоумен. Вининую регулянтную посвятованность на этом поле. И мы знаем ее закон, за каким знаки регулянт не формуется. Не будем его даже сейчас там виписывать. Нам известны многие страны, известны точки зрения УИ. И можно написать, как знак за знаком обчискивается. То есть, каким образом ИКСИ плюс Н зависит от этих изменений. Да? То есть, как изменится ИКСИ, да? Нам известна система регулирования. Так. Далее. Нам нужно знать, какие будут наступные значения, чтобы сохранить их комиссию. Чтобы визначитесь целиком закон, за каким функционирует Генерал. Давайте сделаем это. Что будет в ИКСИ, в берега 30? СИКМА, где УИ. Правда? В наступном мутации, в цю промерку, где УИ сберегается УИ, он будет записан. Это назначение при установке СИКМА, без УИ. А УИ будет УИ-выброс первого мутации, в наступном. То есть, что будет с этой померкой? В наступном мутации, да? Возначается таким образом, это будет ВИ, да? Плюс вот это ИКСИ плюс МЮ. Для него, наверное, будет новый номер, который был виноват. То есть, значение, что сохраняется в померке с номером Плюшда, когда он наступает в СИКМА, то мы его исправим. То есть, это иное сравнение, которое визначает законы функционирования генерального. Это иное сравнение, которое обещает знаки Игоря и Тургенкова. Далее, вот что помечено было сразу после создания цифры такого типа, самым с ним 20, было помечено вот, что, если взять так, идти в первую гамму и додать их один до один, то это очень интересно, очень простое сравнение. То есть, если взять первую гамму и плюс гамму и плюс один, то мы отрегиваем, вот что, плюс и плюс и плюс и плюс и плюс один. Так? Далее, значит, для гамма и плюс один аналогичное равняння, только индекс встречается на одиннадцю. Икс и плюс один плюс ВИ плюс ОДН. Я помню. А ВИ плюс ОДН – это сегмент у ВИ. Одразу буду писать. Икс и плюс ОДН. А мы знаем, что это ВИ плюс ХИ плюс ОДН. Ну и хИ плюс ОДН. О, это, как оно самодопливается. Ну тут десь щось скрутиться, так, оставлю Ваи, тут ваи, тут ваи, тут ваи, да, еще ваторе А ваторе мы можем еще, т.е. гамма и плюс, гамма и плюс 1, е Давайте оси иксы, оси иксы я знаковым едининой рекой, а с ведомым законом Давайте оси собираем в дружках, х, какие там есть, х плюс 1, да, плюс х плюс 1 Так, х плюс 0, ну не дорівнює 1, это означает, не дорівнює Схема, ваторе, плюс х ти плюс 1 минус от 1, х ти плюс 1 минус от 1, да, и плюс х ти плюс 1, так Так, точно сконфорний разок, да, забрешивайся Уи простигнула туи Так, правильно закінчивать Ну давайте, что заболевляю вся эта сума Это сумма знаков линейных рекурентов с одинаковым многочленом зворотного звезда А это тоже линейные рекуренты с тем самым многочленом зворотного звезда Если все эти иксы с индексами додать, мы получаем линейные рекуренты с последовательностью Так, с тем самым многочленом, с тем самым нечленом зворотного звезда Ну, то есть, это известный факт, да, если додать, додать, додать Если певный многочлен аннулил или рекурент в одну, да, и он же аннуливает иншу, он будет аннуливать их сумму Ну, то есть, рекурентный закон для всей своей последовательности Самые такие для нашего регистра Самые такие Да, а это очень важно Ну, а это что-то иное Это можно разглядать, как шум Да, как шум, как спотворение Тобто сумма двух садих галок У суммежных танков У будь-яких двух суммежных танков Есть статус линейной рекуренты на полном в два степени З ведомым законом зворотного звезда Возначается в полиномом схеме Да, плюс, да, значит, додатковый человек Яким можно разглядать, как спотворение, да, И мы отримываем систему линейных ременций с потворенными правыми частями Ну, звичайно, что Значит, можно было Стро указать про систему Ременций с потворенными правыми частями Требует уверенность Требует уверенностьный образ На дату Процессы Ампультура Ну, тут мы Вы не пропущены Вы не пропущены Вы не пропущены Вы не пропущены Да Вот, давайте В принципе, то Система ременций с платформными частями Это математичные объекты Такие Уверенности У природы Да А генератор грамот Это детерминованный пристык Вин функционирует За детермину Там немае уверенностей Да Тому Уповедительные описи Умоверенность И всякие модели Для Крафтографических Объектов Алгоритмих систем Это, так сказать, невязанные модели Да Это модели Яки мы беремы сами И без припущений Без постулаций, как правило, использовались такими моделями, которые не должны были, не могли бы. Но такие предпущения делаются с крысом ликтоанализе, и, как практика показывает, они более-менее согласны с реальностью, поэтому их что касается. Ну вот, это система ремня с подкоренными правыми частями. Где тут у нас будет АІІ? АІІЦе будет... Ну то-что... Сейчас я сумму, да? Переток матрицы по физиоте... Звідки не отривайся? Да? Да? Чтобы скрасить систему. Выразы по знаку, да? Знаки рекурентства. Через пожитковый стан, через пожитковый стан, милийного регистратора. Поскольку уже эти знаки, там у них есть. Знаки милийного регурентства. Тем самым полиномом, что и укидного регистратора. Значит, их сумма может быть представлена в виде не инной функции из пожиткового стану теоретики. Мы сделаем это. И найдем... Значит... Оце лядок АІІ. Это будет лядок, который мы сможем найти в среднем этой схеме. Он будет складываться на саламенте в поле. Он будет нам этого известен. Ну, далее. Вот это просто к СИИ. Позначено так. Позначено. В сумме. Это что-то, да? Что-то такое, что является собой воплотворение. Ну, а это будет ВИИ. Наше позначение, конечно. Я держу вот эту систему. АІІ. Напишу, что в первую. На початковый станок регистра. Плюс СИИ, где будет ВИИ. Так, АІ будет, ну, поймать, то есть значение для каких-то витомных знаков. А у нас же еще в початковый стан входило 0-0. Не, початковый стан ЛРЗ. А, ЛРЗ. ЛРЗ. Ну, то есть. А так это позволяет виновить початковый стан самого ЛРЗ. А эти два треба перебраться? Ну, в принципе, Витоми ставится, чтобы отновить самый початковый стан ЛРЗ. Можна их далее, я постановлю. У них будет неважно найти потом. Но, если даже такая атака будет побудована, а если она будет действовать, то вы отновляете практически весь початковый стан, окрім двух кумиров. Это все сломано алгоритм. Даже не знаю, что 0-0. Если вы можете сломать, то это все алгоритм. Вы пустыли, это застосовательники. Наверное, это такая атака.